В Красноярске тысячи семей могут лишиться проводного радио. Проблема в том, что оператор связи не готов работать в ветхих помещениях, которые предлагают в аренду городские власти. А если стороны не договорятся, энергетики отключат станции, поскольку нет договора, нет электроснабжения. Одну станцию на правобережье уже обесточили. Репортаж Екатерина Павленко. Вот молчит, уже пятый день молчит, не говорит. Хочется слушать и нечего. Геннадий Иванович каждую минуту ждет, когда старенький приемник снова издаст звуки. Проводное радио пенсионер слушает уже более 30 лет. Это и новости радио России, и любимые передачи, и песни. Уверяют, в прямом смысле его лишили единственного в жизни удовольствия. Надо что-то готовить. Я его, он там длинный, что-то привожу на кухню. И готовлю, и слушаю. Или отдыхаю, допустим, и слушаю. Настолько привык, что без него мне очень трудно. Без проводного радио в Красноярске остались сотни семей на правобережье. На одной из станций энергетики отключили электропитание, поскольку у оператора связи с ними нет договора. Представители компании пояснили, чтобы заключить соглашение, необходимо арендовать помещение у администрации Красноярска, которые достались вместе с оборудованием от бывшего подрядчика. Но работать здесь не хотят. Стены обветшали, прогнил пол, протекает потолок. А ремонт арендатор обязан сделать за свой счет. Вы приведите это помещение в удовлетворительное состояние, и я зайду сюда и буду работать, и ежегодно делать косметический ремонт в соответствии с договором. Либо давайте мы опишем фактическое состояние помещения. Мы сразу никого не обманываем о том, что капитальный и текущий ремонт арендатор должен делать за свои средства. То есть в бюджете города на данные работы денежные средства не предусмотрены. Вносить изменения в договор аренды мы не можем. Форма типовая, и она утверждена именно на основании нормативного акта. Святисты уверяют, городские власти обещали поддержку, когда проводное радио было на грани закрытия. В 2012-м бывшая обслуживающая радиосети компании отказалась работать из-за убытков. Бизнес нерентабельный, абонентская плата всего 60 рублей. Однако любимое, а для многих и единственное радио решили правдами-неправдами сохранить. Проводное радио имеет стратегически важное значение. Это самый надежный источник оповещения в случае землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий. Ведь, как показывает практика, тоже сотовая связь в случае чрезвычайных ситуаций не всегда справляется из-за перегрузки. Два года назад компромисс между городской властью и предпринимателями был найден. Сейчас судьба проводного радио снова на волоске, ведь на невыгодных для себя условиях связисты не станут обслуживать по сути социальный проект. Между тем, сегодня в Красноярске слушают проводное радио и не могут без него обходиться десятки тысяч красноярцев. Екатерина Павленко, Евгений Залымов, Вести Красноярск.